Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, продолжение процесса платья, ажурное платье из этого красивейшего мотива. Все-таки победила страсть, победила яркость, возможно, даже дерзкость. В общем, платье будет вот в таких тонах. И в сегодняшнем ролике я, во-первых, хочу поблагодарить вас, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья, которые изъявили желание на платный мастер-класс по этому красивому мотиву. Если честно, я не ожидала, что вас будет много. Меня это очень-очень радует, и я очень тронута такой отзывчивостью, и это хорошая материальная поддержка для меня. Я вас очень-очень люблю. Итак, мои хорошие, для тех, кто ждет этот мастер-класс, спешу сообщить, что он готов. Я сейчас его загрузила на компьютер, еще не загружала на YouTube. Конечно же, после этого ролика обязательно это сделаю. Поэтому те, кто написал мне на почту по поводу этого мастер-класса, я вам, конечно же, сообщу, как его оплатить. И когда видео будет загружено на YouTube, я вам сброшу закрытую ссылку, и вы можете начать творить эту красоту. Для тех, кто хочет еще присоединиться, конечно же, буду очень рада. Под этим видео я оставлю свою карту Сбербанка. Если вы в России, конечно же, вам удобнее всего будет оплатить. Я думаю, что удобно будет оплатить на карту Сбербанка, потому что это самая популярная карта. Ну, а те, кто не в России, оставлю свои координаты в Яндекс.Деньгах. Можете перечислить плату за мастер-класс в Яндекс.Деньги. А теперь, что же вы получите в обмен? Вы получите подробнейший, очень качественный мастер-класс, попетельный, каждого рядочка, вот этого мотива. Длительность этого мастер-класса, по-моему, час 10. Один час десять минут. Вы будете смотреть это видео без рекламы. Конечно же, без рекламы, потому что вы уже мне оплатили мой труд. Еще раз большое вам благодарю. Также вы получите не только мастер-класс на этот мотив, еще и на соединение этих мотивов. Конечно же, с моими дополнениями и изменениями. Посмотрите, какое пространство незаполненное у меня осталось. И какое оно вот здесь на рисунке. Здесь гораздо больше эта дырочка. А все почему? Потому что я изменила последний ряд схемы. И теперь мне вообще не придется ничего вот здесь делать. Ну, и если что-то делать, ну, как бы, закрывать эту дырку, то это с легкостью может сделать любая начинающая. Все для вас. Все для того, чтобы было максимально понятно и легко. Кто будет вязать не только, ну, не скатерть, а платье вместе со мной. Я буду вязать красивейшее платье. Вот этот узор ананасы. Вообще, если честно, я, ну, не любительница вот этого узора ананасы. Но этот мотив это исключение. И, возможно, вы представляете, какие возможности открываются для того, чтобы связать верх платья вот этим, ну, внедрить другой, допустим, узор, возможно, даже поплотнее вот этим узором ананасы. Потому что узор ананасы настолько популярен в интернете, что с легкостью можно подобрать и как мотивы с ананасом, и просто ажурные узоры с ананасом, и решить проблему, чтобы связать верх платья. Потому что я понимаю, если я буду вязать ирландское кружево, как я вам уже сказала, что верх платья я буду вязать на манекене, там, вязывая мотивы крючком, я понимаю, что не все владеют техникой ирландского кружева. Поэтому можно с легкостью это заменить вот этим узором ананаса. Я, конечно же, подберу узоры для вас, но это будет, так скажем, немножко позже. И об этом еще рано говорить. Я сейчас начала вязать юбку этого платья. Посмотрите, как красиво смотрится вот этот черный ажур. Это просто что-то с чем-то. И сразу отвечу на комментарии, которые сейчас поступают под видео по этому узору. Будет ли чехол у платья? Конечно же, будет чехол у платья. Но как такое платье можно одеть без чехла? Я планирую чехол связать, связать, сшить, конечно же, из летящего атласа или шелка. И он должен быть либо золотого цвета, либо бежевого. Я сейчас положу вот это платье. Я вот его уже приготовила. Вот оно лежит. Сейчас положу на стол. Вот оно как раз желтого цвета. Мое любимое платье. Когда я занималась ирландским кружевом, оно вот у меня висит пока в шкафу. Но оно носибельное. Это платье, которое я люблю, конечно, не на любой случай. Но по каким-то праздникам его можно одеть. Это просто обвязанное, ну как бы покупалось готовое платье. И вязалась вот эта вставка из ирландского кружева. И потом пришивалась. Платье, кстати, попало в журнал МОД. Если есть... Ой, если есть... Если найду ссылку на это видео, скорее всего найду, конечно же, оставлю под этим видео. Так вот, к чему я все это говорю. Конечно, в идеале можно купить готовое атласное платье, но попробую еще такое найти. Скорее всего, мне придется покупать атлас и шить чехол для платья. Сейчас покажу, как выглядят эти мотивы на желтом фоне. Посмотрите, какая красота красивенная. И казалось бы, вот этот угрюмый черный цвет, если с таким вот ярко-желтым чехлом, будет смотреться совершенно по-другому. Я даже сейчас вот прислонила этот черный мотив и думаю, а может быть вообще связать все платье черным цветом. Вот только сейчас пришла эта мысль в голову. Очень красиво смотрится. А теперь представьте, что это блестящий атлас, ну или шелк. Это будет просто что-то невообразимое. Ну, почему атлас или шелк? Нужна ткань, которая скользит, чтобы хлопок не прилипал к ткани и все красиво смотрелось. Ну, вот такая идея. Давайте еще раз напомню, покажу вам эту красоту. Когда-то я просто болела этим кружевом. Кстати, у меня остался столик для ирландского кружева, который я покупала у Надежды Холодной. Она у меня в Одноклассниках, в Друзьях. И мне бы хотелось бы, ну, как бы продать этот столик для ирландского кружева, если кому-то он нужен. Просто я точно знаю, что мое зрение уже не позволит мне заниматься этой техникой. Поэтому, кому нужен, пишите в личку, либо на Одноклассниках, либо ВКонтакте, либо под этим видео, либо на почту. И договоримся тогда о цене. Вот просто сейчас вспомнила про этот столик и думаю, что же он у меня лежит. Хорошо бы, если бы вы находились в Москве, потому что стол тяжелый, даже в разобранном виде, пересылка сейчас очень дорогая. Так что, вот, мои хорошие, вот такая у меня задумка. Если, как бы, чисто из черного не буду вязать, а желтого оттенка у меня не так уж и много. Возможно, придется мне, вот, применить вот эту вот итальянскую пряжу, подходящую тоже по цвету, в общем, вязать ее в этот черный узор. Очень красиво также будет смотреться на бежевом фоне. Сейчас у меня вот здесь вот стоит гладильная доска, у которой, ну, бежевая ткань, да, посмотрите, как это смотрится на бежевом фоне. Вот так вот смотрится на бежевом фоне. Конечно же, нужно что-то блестящее, но это, на мой взгляд, какой-то атлас, ну, или шок. Вот. Так что, мои дорогие подписчики, те, которые ждете от меня этот мастер-класс, повторюсь, мастер-класс готов. Пишите мне на почту, и после вашей оплаты я сброшу вам также на почту закрытую ссылку, где вы можете приступить вязать вот эту красоту. Сразу хочу сказать, для тех, кто оплатит этот мастер-класс, знайте, что у вас будет моя поддержка на протяжении всего проекта. Я думаю, что будут возникать какие-то вопросы, и я обязательно вам отвечу. Либо в видео, может быть, свяжемся по скайпу или по ватсапу. Скорее всего, по ватсапу что-то скайп у меня слетел, и я никак не могу его восстановить. В общем, как-то будем общаться. Так что, у вас будет привилегия. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну, а на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»